Дай почитать. Новая книга «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой». Эта история началась трагично. Летом 1902 года Елизавета Александровна Дьяконова, 27 лет от роду, мечтавшая стать писательницей и активисткой феминистского движения, едет на каникулы в Россию, в милую Нерехту Костромской губернии, чтобы готовиться к экзаменам за второй курс. Она училась в Сорбоне на юридическом факультете. Но решает заехать в Тироль, где среди австрийских красот отдыхает ее родная тетка, богатая вдова знаменитого ярославского купца, ее дочь и муж дочери, пока неизвестный поэт Юргис Болтрушайтис. Ничего не предвещало трагедии. Лиза пошла одна в горы в непогоду и не вернулась. Ее искали, но безуспешно. Наконец, на уступе водопада тело Лизы нашел пастух. Удивительно, но совсем недалеко от гостиницы. И совсем удивительно, что тело было совершенно голым, со сломанными ногами, а одежда лежала невдалеке, аккуратно связанным узлом. Последняя деталь поразила всех сильнее, чем сама гибель. В дорожном сундуке Дьяконовой нашли рукопись. Она была опубликована братом Лизы в журнале «Всемирный вестник» в 1904 году и названа «Дневник русской женщины». В 1912 году опубликован дневник Елизаветы Дьяконовой, куда вошли литературные этюды, стихотворения, статьи, письма тоже под редакцией и со вступительными статьями брата Александра Дьяконова. Басинский, по сути, создает новый литературный жанр, называя его «невымышленный роман». Он много и бережно цитирует. Все использованные в книге документы подлинны из архива Лизы Дьяконовой, хранящегося в рукописном отделе РГБ. Автор конструирует, следуя за дневниковыми записями Лизы, всю ее жизнь, ее мысли, время, атмосферу, характер людей, с которыми ей доводилось встречаться, знать, любить. Это как-то сразу помещает читателя в особые условия. Он начинает с огромным интересом, почти с азартом, следовать за героиней, забывая о том, что, по сути, читает комментарии к дневнику девушки. Но и сам дневник, и сам текст Басинского полны такой глубины, такого проникновения в суть событий и в сокровенные в человеке, что невымышленный роман читается как авантюрно-детективная философская психологическая трагедия. Василий Розанов назовет его лучшим произведением, написанным женщиной в отечественной литературе. А все будут сравнивать с дневником Марии Башкерцевой. Кстати, тайна смерти Лизы Дьяконовой так и останется неразгаданной. Но ведь, дорогие слушатели, согласитесь, это совсем не важно. Куда важнее узнать, в чем тайна жизни. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!